В конце сентября в Советском парке состоялся третий этап регионального чемпионата и первенства по лыжным гонкам. В нем приняли участие спортсмены из Омска и районов области. В первый день соревнований прошел легкоатлетический кросс. Стартовали атлеты группами по возрастам. Трасса была проложена по пересеченной местности, парковым дорожкам и по берегу Иртыша. Бежали по асфальту, грунту и песку. Юниоры преодолевали 2 километра, спортсменам постарше необходимо было справиться с 3-километровой, опытным атлетам с 5-километровой дистанцией. Тренерский состав, они делают акцент на кросс, сколько процентов кроссовой подготовки, сколько лыжероллерной, сколько специальной подготовки, это уже специальная подготовка, а кроссовая подготовительная. И не чистый кросс, они прыгают, они имитируют, то есть без этого никуда. Функциональная вся подготовка строится на кроссовой подготовке. Во второй соревновательный день юноши и девушки состязались на лыжероллерах классическим ходом. Специальная трасса состояла из подъемов и спусков, один из которых проходил на вираже. В зависимости от возраста лыжники преодолевали дистанцию в 5, 7 и 12 километров. На роллерах мы практиковались, в подъем вообще тяжко. У нас подъемов нету, мы редко катаемся, просто по равнению, сюда выезжаем по выходным. Лыжероллеры – это родновидность подготовки всех спортсменов к лыжному сезону. Эти соревнования с трудом приживались, но уже более 10 лет они проводятся. Спортсмены соревнуются, каждый месяц у нас контрольная тренировка, контрольные старты. Им это нравится, дети готовятся, тренируются, ускоряются. Ежегодно чемпионаты первенства по лыжным гонкам проходят в три тура, первый из которых – летний. Начался он еще в июле. В самый разгар лета спортсмены также соревновались в легкоатлетическом кроссе и прохождении дистанции на лыжероллерах свободным ходом. Для чего летом нужны эти соревнования? Ну, чтобы, наверное, зимой не забывать, как кататься на лыжах и вообще вот что. Ну, они как роллеры, как лыжи, то же самое практически. Продолжился летний этап соревнований в августе, а завершился в сентябре, когда по результатам всех трех месяцев судьи смогли подвести итоги. Лучшим спортсменам во всех возрастных категориях вручили медали и дипломы. В награждении приняла участие прославленная омская биатлонистка Яна Романова. Спасибо.